Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Инна Капцева. Мы на канале «Живите в Петербурге». Я, как и обещала, вам сегодня расскажу о новом строительстве в Питере. Что такое новое строительство, первичный рынок его иначе называют. Это компания-застройщик строит дом и начинает его продавать. Каждый застройщик продает его по-разному. В основном они продают с момента котлована. Чем раньше начинается продажа, тем дешевле стоит ваша доля в данном доме. На рынке достаточно много застройщиков. Есть достаточно старенькие застройщики, есть новые застройщики. Сейчас идет тенденция, она идет давно к строительству массивов. Несколько застройщиков могут строить массивы. Может один застройщик строить. И это характерная особенность. Сейчас застраиваются многие большие участки. Такими большими застройками. Как происходит продажа, какой механизм продажи нового жилья. Жилье продается в основном по двум типам договоров. Это по 214 федеральному закону договор долевого участия. То есть вы покупаете долю в каком-то жилом доме. Этот договор защищается государством. Он страхуется. Там определяются сроки, обязанности застройщика. Есть договоры о жилищно-строительном кооперативе, которые не обеспечивают всеми этими благостями покупателя. Не факт, что цена останется прежней. Может быть, там что-нибудь будете еще доплачивать. И со сроками, конечно, в этом договоре не определено. Но такие квартиры по ЖСК продаются немного дешевле. Вот потому что есть такие определенные риски. Некоторые застройщики идут на эти риски, чтобы квартиры немного дешевле продавались, чтобы они выходили лучше на рынок с такой ценой. Есть еще один механизм. Может быть, не один, я знаю еще один механизм для покупки. Это жилищные фонды. Они так называются. Там по принципу такой пирамидки. То есть вы делаете пай, вносите деньги, ежемесячно отчисляете, идет накопление. И по мере того, как деньги в фонде накапливаются, вам предоставляется квартира. Может быть, даже еще не телефон вы накопили, там на 30% только. Она у вас уже, как бы, вам ее покупают. Жилищные фонды – это чисто на ваше усмотрение. Единственное, что хочу сказать, что жилищные фонды такие, они проходят регистрацию в Центробанке. То есть если вы хотите проверить легальность этого жилищного фонда, нужно зайти на сайт Центробанка и поискать там ваш этот жилищный фонд. То есть они аккредитируются в Центробанке. Так что будьте внимательнее. Квартиры застройщики продают как с отделкой, так и без отделки. Некоторые принципиально продают без отделки. Некоторые продают только с отделкой, как в Центробанке. Некоторые продают с чистовой отделкой. Некоторые могут сделать отделку для вас. Стоимость отделки – это где-то в районе 5-7 тысяч рублей за квадратный метр. Сейчас существует несколько мест, где идет строительство активное. Сами понимаете, в городе пятен уже практически не осталось. И в городе, даже если что-то строят, то это очень дорого. Строят сейчас в Красносельском районе, в Кудрово, на Октябрьской набережной большое строительство идет, в Девяткино, на Парнасе, в Буграх. Здесь есть некоторые особенности, для кого это важно. То есть в Красносельском районе это город, Девяткино – это Ленобласть, Кудрово – это Ленобласть, Бугры – Ленобласть, Парнас – не помню. Выборгский район, либо Ленобласть, надо смотреть. А есть такая штука, как от Девяткино перейти Токсовское шоссе, там строится новая Охта. Это Красногвардейский район. Вот такие у нас припятия есть. И когда вы приобретаете квартиру в таком месте, сразу представляете, что такое транспортная доступность в эти районы. Если, допустим, в Девяткино-Мурино есть метро, и туда попасть довольно-таки очень легко, то в Кудрово этого метро нет, но там оно близко, а в Красносельском районе строительства рядом с метро практически нет. Вот это тоже нужно учитывать. Не все же ваша семья ездит на машинах. Кое-кто, наверное, пешком ходит по городу. Также там небольшие проблемы с транспортной доступностью. Ой, с транспортной, я сказала, с инфраструктурой. То есть там проблемы с детскими садами, школами и поликлиниками. Вот сколько лет уже Парнас как построился, поликлиники там все еще нет. И бедные жители Выборгского района страдают от того, что народ прибывает и прибывает, а поликлиники на Парнасе нет. С парковками тоже очень большая проблема. Как выбирать застройщика? Как и все остальное. Нужно читать, собирать информацию, ходить на выставки, советоваться со специалистами. А лучше всего идти в агентство. В агентстве специалисты, которые имеют достаточно большой опыт продажи квартир со всякими разнообразными застройщиками. И они Вам во всяком случае скажут, какой застройщик долга на рынке, вовремя ли он сдает в последнее время. Ну, никто не скажет, сдаст он Вам в будущем или нет, потому что никто на себя такую ответственность не возьмет, но все остальное расскажут. В агентстве имеются договоры со всеми застройщиками, с очень большим количеством застройщиков, особенно которые крупные районы продают. Это обязательно есть такие договоры со застройщиками у крупных агентств. Вот. И не надо Вам топтать свои ножки. Пришли к агенту, он Вам все показал, где, что, потому что все равно квартиру-то Вы посмотреть не сможете. У некоторых застройщиков есть шоурумы, у некоторых нет. В большинстве своем нет шоурумов. Вот. Многие агентства устраивают экскурсии. Они Вам скажут, когда туда можно будет подъехать. И по всем массивам провозят. Агентство не берет с Вас лишних денежек. Они работают по ценам застройщика. И застройщик потом с ними за Вас рассчитается. Так что, пожалейте себя. Пользуйтесь услугами профессионалов. Покупайте недвижимость. Удачи Вам. Обращайтесь к агентству. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Удачи. До встречи.